Landmark с новым релизом Creature, когда он там у них вышел, три дня назад, так что достаточно свежий релиз, давайте в цене им, что они там записывали. Субтитры сделал DimaTorzok Я не видеомонтажер и цветокорректор, но по-моему с черными что-то переборщили, там в правой части видео прям тона черные проседают одового пятнами, где-то видать не доглядели. Хотя может и специально, выглядит вообще довольно по-игровому картинка, ну как трейлера какого-нибудь. Пока что это выглядит как отсылочка, короче, на хронике Нарнии. КОНЕЦ А это корпорация Монстр. КОНЕЦ Для тех, кто французский, такой романтичный, такой красивый язык. КОНЕЦ 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 Прикольные достаточно скачки, ну читка его она вполне обычная, то есть это напряженный голос, у него разговорный голос достаточно высокий, в принципе там по читке понятно, то есть у нас разница в голосах, я не знаю сколько вообще. Чтобы вы понимали, у меня девочка Алина делает, да и делала кавер на Лендмаркс, и вот ее напряженная вот эта читка с экстримом смешанная, она звучит очень близко к оригиналу даже по темпу, то есть очень у него девчачий голос, что имеет. И прикол в том, что когда идет речитатив, голоса понятно больше, но все это постоянно поджато для того, чтобы там постоянно была какая-то грязь. Может быть позиция голоса несколько отличается, но я бы это делал вот так, потому что чтобы забраться куда-то повыше, хоть как-то похоже, это бы выглядело так. Ниже мои ноты будут более агрессивно расщепленные. И когда соскакивает вниз, он просто расслабляет голос и проваливается в фолскордовый расщеп. Это довольно легко делается, то есть вам просто нужно снизить интенсивность работы с кричащего звука, ну как это сейчас, продувная шумовая техника, туда куда-то пропустить это все. И тогда вы будете спокойно скакать между октавами своего голоса, перепрыгивая из голосового звука, да, в принципе мягкого в сравнении с расщепом, какой-то более жесткий звук, рычательный и низовой. Хитрость в этом. 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 Кричер. Кричер прям такой чисто честеровский расщеп, я смотрю, он опять свою популярность приобретает. У высокоголосых ребят, потому что в Seine Red в концовке припева тоже честеровский, чисто такой расщеп. Еще где-то я это встречал. Странное решение, вокал довольно сильно утоплен по сравнению с основными партиями внутрь музыки, именно как подушка на ушах. Может быть это, конечно, решение уже художественное, типа там же он про, ну явно какого-то монстра поет, про существо, да, если прям буквально перевести. Про кошмар и может быть как голоса где-то там во снах, не знаю, это мое предположение, не следует это воспринимать как, что так точно, короче. Отличается именно посадка вокала, не очень понравилось, если честно, у него голос высокий, звонкий, было бы прикольно, если бы он был наоборот открытый, они его посадили вглубь и спрятали за музыкой. А по поводу драйв-вокал, обычный абсолютно поет в удобной мультисситоре, то есть никаких особенностей нет. Здесь можно заметить, что для убирания голоса и перевода звука в рычалку серединистую, он именно воздух выпускает в позицию, равную по сжатости, по суженности, замещая воздухом свой голос. И получается довольно много воздуха. Это немножко выдает именно как учился вокалист, то есть он явно через выдох большого достаточного количества воздуха это все дело осваивал. И в принципе прикольно, он как раз балансируется между звонким звуком голоса и довольно сиплым звуком расщепления. Но только это не сип, внутри звука расщепления, это общий характер звучания, не одно и то же, за счет того, что воздух проходит достаточно свободно. Соответственно, звуки эти, ну, не самые тихие, скажем так. Не орущие, то есть они не капец какие большие по громкости, но это похоже на активный крик, который вы могли бы сделать голосом. Но, кстати, я вообще смотрел его лайв-концерты. Он хорошо звучит, без всяких примочек, но здесь вот прорывается, что на вокале довольно много сатурации, когда он один кричит, вообще без всего. Субтитры делал DimaTorzok Вот такие низы, это наблюдение, я не могу говорить, что это у всех поголовно так, но это наблюдение, которое срабатывало в десяти из десяти. Низкие звуки вот так довольно сухо и страшно звучат, как будто это низко, хотя если найти ноту, это будет какой-нибудь там конец, не конец, наоборот, начало, какой-нибудь первой октавы. Довольно подсушенный звук. Вау! Я вон на фон! Но для него это низкая нота, и поэтому получается очень много объема. Прикольно. Для меня эта нота не низкая, то есть она просто пониженная. И если опустить этот звук еще ниже, то он начинает уже трещать по фолскордовому другим характером, и получается другая абсолютно картина. Тут вот разница голосов играет довольно значимую роль. По крайней мере, то, что показывает просто жизнь. Это надо очень много людей исследовать, чтобы сказать, что да, точно, высокий голос на низких звуках будет звучать прикольно, сухо и страшно. Таких исследований вроде бы не проводилось пока что. А так прикольно. Эти сценки вообще мне что-то напоминают клип Whitechapel I Will Find You, где он там сам с собой встретился со своей тьмой. Что-то такое отдает немножко чужими идеями. Выглядит отлично, но что-то такое просматривается. Хотя, наверное, клишированная просто достаточно сцена. Пока вспомнил, глядя на вот эту всю сцену, мы натыкались на фильм «Зомби в Париже», по-моему, он называется. Думали, что, ну, очередной веселый трешак про зомби. Короче, включили, немножко приуныли, не в плохом смысле, а фильм оказался очень грустным, пожалуй. Там история про француза, который там в зомби-апокалипсисе в одного, типа, выживает вообще один. И там, по-моему, у него были свои галюны. Советую посмотреть довольно своеобразное кинцо в хорошем смысле. Прикольный клепец, на самом деле. В плане технической работы вокалиста, ну, ничего, шибко не поменялось. У него и так все нормально работает, зачем изобретать велосипед. Читки, соскоки, низы. Жалко не было низов, как в «Last Call» или где-нибудь там в «Lost in the Wave». У него это довольно сильная сторона. Но в целом прикольно, картинка прикольная. Идея, ну, не прям суперсвежая, но выглядит симпатично. Так что молодцы, хороший релиз. Не такой уж скучный, но есть песни и довольно поинтереснее, чем это. Да и клипы по зрелищности, именно по самой съемке, тоже повеселее есть. Хорошо.